Этот храм как истинный праведник. Более трехсот лет служит Богу, вопреки всем искушениям и сложным обстоятельствам. Храм Петра и Павла Высокого, что на горке, стоял на этом месте еще в начале XVII века. В начале XVIII столетия, в 1702 году, по благословению патриарха Адриана, был перестроен. Во время советских гонений на христиан дом Божий требовали сделать с домом пионеров. Но, к счастью, этого не случилось. Напротив, церковь стала оплотом православия, в которой служило духовенство, изданное со своих мест властями или обновленцами. Для многих московских священно-мучеников именно это место стало последней остановкой, передышкой во время крестного восхождения на русскую Голгофу. Настоятелем храма в тяжелейшие годы гонений и затем Великой Отечественной войны с 1935 по 1948 год был протеерей Аркадий Константинович Пономарев. Нам, к сожалению, не удалось найти фотографию этого достойного служителя церкви. В 1944 году он был награжден медалью за оборону Москвы. Батюшка прославился еще и тем, что он единственный и первый в Москве, пользуясь небольшим послаблением режима по отношению к церкви, во время войны сумел провести ремонт храма. В пасхальную ночь 2 мая 1948 года, отслужив праздничную заутреннюю и причастившись к святых христовых тайн, отец Аркадий отошел ко Господу, стоя на коленях в алтаре любимого храма, положив руки на святой престол. Когда написаны фрески, точных сведений не сохранилось. Но то, что они украшены мозаикой во время ремонта храма при отце Аркадии, достоверно известно. В пределе Петра и Павла росписи сводов повествуют о мученической кончине первоверховных апостолов. Апостол Петр был распят вниз головой на кресте. Апостол Павел обезглавлен мечом. В пределе первоверховных апостолов Петра и Павла иконы великого подвижника благочестия, святителя Василия Острожского. И, конечно, почитаемые старинные иконы Петра и Павла, река Анастасии и Усалии, чтобы верующие могли приложиться и попросить помощи у святых апостолов. Справа у алтаря, почитаемая икона Божией Матери, утоли моя печаль. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. У входа в пределы почитаемая икона с поручнице Врешина. Богослови, до чрева Твоего, яко спаса родила, еси душ наших. Всякого, входящего в храм, встречает святая Троица на центральной фреске. В пределе Казанской иконы Божией Матери три из четырех росписей потолка посвящены древним пророкам. Иаков увидел во сне лестницу, которая стоит на земле, а вверх касается неба. Приведение пророку Исаии. Неопалимая купина, горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором Бог явился Моисею, павшему овец в пустыне близ горы Синай. И благословен тот чрева Твоего, яко спаса родила, еси душ наших. Фреска всех скорбящих радостей. Как говорится в молитве, всех скорбящих радостей и обеземых заступницей, и алчущих питательницей, странных утешений, обуреваемых пристанища, больных посещений. В Виконастасе старинная икона Божьей Матери Казанская, которую несут ангелы, чтобы подарить людям, а под ней слова молитвы. Рядом древний образ Божьей Матери Казанской, особо почитаем прихожанами. Справа у Салии икона святителя московского митрополита Петра. С частицей мощей. Слева большой, старинный, намоленный образ святителя Николая Чудотворца. При нем, как бы на груди святителя, серебряный ковчежец с частицами мощей Нила Столобенского. Почему таких и объединили, сейчас в храме уже объяснить никто не может. Зато теперь любой православный христианин, молясь перед древней иконой, может получить благословение и помощь сразу двух святых. В 1948 году святейший патриарх Алексий и патриарх сербский Гавриил договорились об открытии в храме Петра и Павла у Яузских ворот подворья сербской православной церкви. Однако, этим планом помешал разрыв отношений Югославии и СССР. Югославским гражданам было запрещено находиться в СССР, а советским – в Югославии. Открытие подворья состоялось лишь спустя полвека по благословению святейшего патриарха Алексия II и патриарха сербского Павла. 9 октября 2002 года тогда архимандрит, а ныне епископ Антоний, принял управление храмом. Храм пополнился святынями сербской земли. Святая преподобная королева Елена Сербская прославилась богоугодными делами – помощью бедным и больным, созданием приютов для сирот, устроением святых храмов и монастырей. Кроме того, она воспитала двух сыновей, ставших святыми. Святой Савва – один из самых почитаемых святых сербской православной церкви. Его значение для сербского народа можно сравнить лишь со значением Сергия Радонежского, для русского. Спустя три столетия, после его блаженной кончины, враги христианства и сербского народа, его честные мощи сожгли на площади Белграда. Сейчас на том месте стоит храм, посвященный святому Саиле. Симеон Сербский был отцом святого Саввы Сербского, и в преклонном возрасте, ему тогда было 82 года, последовал за сыном Наафон. Вместе они основали сербский монастырь – Хиландарь. После смерти преподобный Симеон являл множество чудес, а рака его в визобилии источала драгоценная мира. По молитвам святого Симеона посылается помощь супругам, не имеющим чад. В иконе – частица лозы, растущая из гробницы святого Симеона на Афоне. Вкусившим виноград с этой лозы часто посылается долгожданный ребенок. В особо почитаемой иконе усекновения главы Иоанна Претечи находится частица святых мощей великого пророка. Рядом – медный обруч по мере главы Иоанна Крестителя. Люди перед молитвой надевают обруч на голову. Считается, что по молитве перед этим образом люди избавляются от головных болей. Также Иоанну Крестителю молятся, прося помощи в избавлении от грехов, пьянства и блуда. Рядом с иконой великомученицы Екатерины, любимая прихожанами и чтимая икона Божьей Матери взыскания погибших. Здесь же, с правой стороны алтаря, старинная икона Николая Чудотворца и ковчег с частицей его мощей, а также святов Игнатия Богоносца, мученицы Людмилы, преподобного Макария Великого, апостола Матфея, частица Креста Господня и многие другие. На противоположной стороне особо почитаемая икона Богородица Боголюбская Московская. Ее особенность – молящаяся на коленях перед Богородицей сом московских святых. До революции она пребывала в часовне у Варварских ворот на Китай-городе. Икона Божьей Матери Шуйская-Смоленская окружена особым почитанием прихожан. Иконографическая особенность шуйской иконы Богородицы – положение ножки богомладенца, который поддерживает пятку рукой. По преданию она была написана в середине XVII века в городе Шуи и избавила людей от муровой язвы. Рядом с ней – почитаемая икона всех скорбящих радость. В окладе икона в круглых эмальвых медаёмах – слова молитвы к Пресвятой Богородице. Сведений о времени создания центрального иконостаса не сохранилось. Одни утверждают, что это иконостас XVIII века, другие – что удачная стилизация XIX века под стиль барокко. Но прекрасные иконы, очевидно, сохранились со времени основания храма. Пистос-Спаситель Смоленская икона Божьей Матери Икона Знаменья Святые апостолы Пётр и Павел Богослужения в храме проводятся ежедневно. По средам служится Акафис Пресвятой Богородице. Храм находится недалеко от станции метро «Китай-город» на Ивановской горке. Адрес – Петропавловский переулок, дом 4. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ